Очень важный вопрос. Я сегодня не успел попасть на ваше публичное слушание по стратегии социального и экономического развития города до 2021 года. Значит, раз у нас появилась такая уникальная возможность, и эта группа немецких компаний нам распланирует, где будут такси, где автобусы, где светофоры, где переходы и так далее. Я пытался онлайн посмотреть сегодняшнее ваше заседание, у меня это не получилось, потому что качество трансляции было плохое. Но я могу сказать вам точно одно. Мы не можем планировать никакой стратегии по экономическому развитию города, пока мы срочно в ближайшее время не пригласим всех примаров ближайших населенных пунктов. Это Роуцел, это Карлатены, это Поповка с Турзовкой и так далее. Пригласить срочно всех на встречу. Вот я сейчас за выходные дни у меня была возможность встретиться с несколькими представителями иностранной компании, с представителями некоторых дипмиссий. И мы пришли к одному. Вот мы обсуждали, кого отправить им в Бельце, из какой страны. Они знают про свободную экономическую зону и все. Сегодня, какой бы инвестор не пришел сегодня к нам в город, первое, что он скажет. Ребята, скажите, пожалуйста, если у вас участок земли полтора гектара, два, пятьдесят соток, четыре, ну в зависимости от того, что инвестор планирует делать. У нас таких земельных участков в городе нет. У нас осталось один участок там возле городского озера, что-то возле метра. И сегодня, когда я сказал о том, что у нас люди просятся уже, наверное, больше десяти лет стать частью муниципи Абалс, это Карлатены, Роуцел и другие. И если они станут частью муниципи Абалс, у нас карта муниципи будет выглядеть совсем по-другому. И только так у нас появятся земельные участки, которые мы сможем предлагать инвесторам. Населенный пункт будет заинтересован в том, так же, как и город, что открываются новые рабочие места, решается проблема с транспортом и так далее. Поэтому сегодня я прошу подготовить, Виталий Михайлович, письмо о намерениях, то есть разослать всем примаров. У нас там порядка десяти населенных пунктов. У нас до этого были неоднократные... Да, я помню, когда хотелерный уцел. Сейчас как раз нам поступило письмо с правительства в отношении реформы местного публичного управления административно-настралийной реформы. И этот момент мы как раз должны озвучить. Мы можем указать, но это долго. Сегодня я узнал главное. Раньше, например, мы хотели, когда проголосовали в Рауцел, мы за Рауцел, за, Полежский районный совет был против. Сегодня можно через парламент, минуя районный совет. В этом меня убеждали три депутата парламента позавчера. Я говорю, я первый раз слышу про такое изменение. Посмотрим, вроде бы таких изменений. Я тоже знаю, что нет. Виталий Миш, неважно. Люди сами разберутся со своими районными советами и так далее. Но сегодня, если говорить про экономическую стратегию, не написать на бумаге так, чтобы все говорили, что оно у нас есть. Без того, чтобы у нас появились земельные участки. У людей решается проблема. Они становятся частью муниципия. И вот для этой группы немецких компаний, когда они зайдут, Николаевич, обязательно мне напомни, они же нам будут делать согласно выигранному тендеру то, что касается Бельца. Они не видят, что приходит из Рауцел, они не видят, что приходит с Карлоттен, что приходит со Стурзовки, Поповки и так далее. Они видят сегодня только Бельцы и Елизавета и Садовая. Правильно? Если, получается, к тому моменту, когда они закончат работу, по договору у них год на всю работу, и, получается, они подойдут к финалу, и вся их работа, вернее, не вся, но часть их работы прилично пойдет на смарку, потому что если у нас пойдут эти расширения, это совсем другая будет транспортная логистика. Потому что появляться Рауцел, это же они будут считать, куда их заводить, как, чтобы не пересекались, чтобы не было пробок и так далее. То есть, когда будем встречаться с немцами, напомнить мне, чтобы мы им сказали, как ДОП соглашение и так далее. На нас ни одно село, даже несмотря на то, что они не являются частью муниципи, не обидится, что мы в план заложим вся Скарлаттена. Чтобы разработали один из вариантов, что они предстоят и так далее. Но письмо о намерениях, Детальмирский, то, что пришлось правительству, супер, значит, вне зависимости от какой партии, где примар, во все эти села написать письма, так и так, предлагаем встретиться, создать чербучий, и собрать вот всех примаров. А какой мы берем? Значит, послушайте, там указали вот все то, что мне писали последние там 4-5 лет. О, 3-ц, упаковка, стурзовка, карватинная, наталья. Значит, послушайте, у ПОПы есть список всех селок, помимо этих, то есть, которые, и мы тоже потом сядем карту, и просто организовать рабочую встречу со всеми этими примарами. Послушайте, он все равно будет примаром там, где он и был все эти годы. То есть, примары как раз сельские не очень будут блокировать, это будут блокировать районные советы, и тут, я уверен, что мы отстоим эту позицию. Но без принятия такого решения мы не шагнем вперед, мы будем стоять, буксовать на месте. Где нам открыть какое производство? Где на площади? А так решится. Значит, плюс, по-моему, там часть даже, Виталий Миш, по-моему, даже часть этого, аэропорта, оно, по-моему, там часть земель относится даже к Карлотианам. Потому что весь Север Молдавии, вот пишет в соцсетях уже про аэропорт, вот этот, Ледовенский, значит, там часть земель относится к... Карлотианам. Карлотианам. в составе муниципия был, легли спать, аэропорт был в Карлотианах, в Рыжканском районе, проснулись уже, в черте муниципия был. И самое главное, что все люди в этих селах поддержат, я уверен, проведут там сход граждан, будет 100% все поддержат. Никто не скажет, что хотим остаться. Один из вариантов это проведение местного референта, и он, скорее всего, и нужен, чтобы... Нет, первое, организуйте встречу с примарами. То есть, дайте карту, с попой перегоришь, дашь мне список и приглашай. И тогда мы можем ехать на какой-то бизнес-форум. Сегодня посмотрите на Бельце на карте. Но, именно площадь города именно. И это будет уже выглядеть совсем по-другому. То есть, появляются места под спортивные объекты, под производство. Мы задышим совсем по-другому. А самое главное, что прибыли. Вот тогда мы будем реально привлекательным регионом.